Привет моделистам! Надеюсь у вас все, ребята, девчат, ништяк. Топ-кэмера. Кто первый раз, меня зовут Александр Колесников. Еще меня здесь называют AK Crazy Russian. Как автомат Калашникова. Надежный. И работает в любых условиях. Я имею маленький свой бизнес. Про модели железных дорог. И разумеется, я работаю на дядю Сэма. Конструкция MTH. Теперь, если вам интересна разборка, я ее не записывал. Я могу записать, только дайте мне знать в комментариях, насколько вам интересно. Может быть полчаса она занимает. Полностью так разобрать по деталькам. У меня два таких локомотива. Другой еще стоит на тестовом траке. Он 48-01. Этот 48-04. И еще два других. То есть, без проблем. Ну, а начнем отсюда. С этой конструкции и про электронику. Что мы видим здесь? Да. Кстати, вот здесь бывают очень аккуратно. Здесь бывают козырьки. Если других каких-то мелких деталей нет, обычно их нет. То тогда можно так положить. Если есть, то лучше не класть, лучше положить на какие-то подкладки. Конструкция мне такая нравится, с клипсами здесь. Кому-то нравится, кому-то нет. Но здесь очень хорошо разбирается, очень легко. Все собрано, потом покрашено. Никаких проводов сюда не идет. Светодиодов здесь не установлено. Все установлено на шасси. Так, далее. Ну, начнем отсюда. Мотор. Мотор выглядит очень хорошо, но он не какой-то брендовый. Он китайский. Хотя электроника сделана в Таиланде. Отвлечение небольшое. Видите, вот эта зеброчка такая. Это синхронизация. Стояла плата, которую я снял. Она мне не нужна. Синхронизация я делаю через декодер. И даже не синхронизация. Здесь она совсем не нужна. RPM. Просто у них конструкция на паровозы и на дизеля одна и та же. Вся электроника. То есть, эта деталька не нужна совсем. Маховик скидывается и отцентровывается, я так понимаю, вот этими винтами. Но он входит в очень, в хороший такой, держится надежно. Я еще не до конца закрутил, потому что мне нужно снимать вот эти провода. Потому что провода эти не соответствуют DCC стандартам. Должен быть серый и оранжевый. Две резиночки. Тоже мне нравится конструкция. Мотор держится между двумя вот этими частями шасси. Ходовка очень хорошая. У меня никаких вообще претензий нет. Комментарии отсутствуют. Теперь спикер я, наверное, оставлю. Если он мне понравится с ESU декодером. Если нет, его придется убрать. Здесь стояла регулировка звука. Здесь немножко такой, ну, каменный вект, разумеется. Но, тем не менее, мне она тоже на данный момент не нужна. И раньше, как раз мы переходим к этому fuel tank. Кстати, хорошая идея ставить такую сеточку, чтобы не залетали опилки. Но все равно, тем не менее, каким-то образом на мембране мат этого самого спикера оказываются опилки. Даже если он закрыт совсем. Так что периодически надо открывать, прочищать. Это сделано литье. Очень, достаточно тяжелое. Вообще, сам локомотив тяжелый. Далее. Здесь раньше ставили переключатель DCS, DCC. Чтобы вам видно было. Сейчас такого не делаю, потому что MTH сделали backwards compatible. То есть, они работают с DCC. Но все-таки что-то не то. Криво всегда. Далее. Платы со светодиодами. Они golden, пардон. Sunny white. Яркие белые. И это хорошо. Но здесь вот с этой стороны и с этой стороны стоят зеленые впереди, красные сзади. Так не должно быть. Они должны циркулировать между зеленым, белым и красным. Здесь в этой модели нет. Я не буду отдельно делать. Это слишком дорого будет стоить. Я не думаю, что клиент даже согласится. Но оригинальные светодиоды я оставлю здесь. Здесь передок. Здесь стоит на специальном... В таком педистальчике. Вот так. Это мне устраивает. Теперь декодер. Таиланд. Декодер под... Называется proprietary. Только MTH делает их под себя. И вот здесь три кондера, которые дают вам возможность около двух секунд в статическом положении, если локомотив не двигается. Если он двигается, ну, думаю, что это время сократится в два раза. Но все-таки он может проскочить через какие-то плохие места. Но, к примеру, там где-то, ну, 5-50 миллиметров или больше. Ну, вряд ли эта система... Это не как ESU и новые современные декодеры имеют PowerPacks, Keep Alive и прочее. Вот это только, чтобы не прекращался звук от декодера. Все вот эти провода, они не соответствуют. Здесь тоже не соответствуют. То есть я не имею проблем с припайкой, но это слишком сложно будет. Надо снимать движок. Это сам движок. Нужно снимать спикер. Я просто отрежу, отпаяю свои провода, чтобы поддерживать стандарт. Так же и здесь. Ну, вот коротенький такой обзорчик. В общем, где-то хорошая, добрая восьмерочка по конструкции. Даже близко к девяточке. С небольшими нюансами по самой вот этой механике. Это моя личная оценка. Вам, ребят, всего наилучшего, успехов. Пишите комментарии, что вы хотите посмотреть. Если есть возможность, поддержите новый развивающийся канал на Патреоне. Я, скорее всего, буду заказывать рекламу скоро у Гугла. Всего наилучшего. До свидания. До свидания.